Я бы хотела спросить такой вопрос. При наступлении страхового случая, сколько денег получит страховщик, если это сельская местность и городская местность? В сельской местности 500 тысяч, а в городской местности миллион. То есть получается, вне зависимости от того, какой ущерб был причинен его? До миллиона. Максимальная ответственность составит миллион в городе, но в зависимости от ущерба там производятся расчеты, согласно постановлению. А каким образом вы производите расчеты? На что опираетесь? Там есть специальная методика расчетов, где все пропорционально описано, в зависимости от того, что пострадало, как пострадало. У нас есть в регионах комиссия по гражданской защите, они составляют акт, они и работники МЧС, основанием является это, мы туда выезжаем, составляем совместные акты и на основании этого по специальной методике, утвержденной правительством, выплачивается. Максимальная сумма – миллион. В городе и 500 тысяч в селе. Просто вот до этого вы отвечали моему коллеге на вопрос и сказали, что вы не можете определить, вот у вас те статьи, которые выпадают, которые вы… получается продолжительный дождь, жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно в течение нескольких суток. Вы говорите, что невозможно определить, но вы же определяете каким-то образом, высчитываете сумму урона нанесенного ущерба правильно. Почему вам так сложно определить тот же МЧС, да? Я думаю, что это входит как раз-таки в их обязанности, вот то, что касается всех природных катаклизмов, да? Вот из тех рисков, которые мы сейчас предлагаем сократить, они там некоторые, во-первых, повторяются, как бы… А во-вторых, у нас на самом деле, вот там подтопление предлагается, у МЧС нету технических возможностей определить, как это произошло сегодня, подтопление. У нас уже с этим были столкновения, это первое. Во-второе, вот по Чуйской области проблема же была, вот в Токмоке, там затопление домов было. Но там есть, вот сейчас это тоже проблема, очистка дренажных каналов, где есть службы, службы, которые должны были этим заниматься. То есть тут неприродное явление. Из-за этого идут потом вот эти проблемы. И население не совсем понимает, и мы не можем получить техническое обоснование. А если это уже человеческий фактор там есть, значит, этим должны заниматься, как выше было сказано, те службы, которые за это должны были отвечать. То есть это, получается, некомпетентность этих служб, которая привела к таким вот затоплениям, да? Не было очистки дренажных каналов своевременно. Но там они на балансе разных служб стоят. Мы изучали вопрос вот по Чуйскому району. И к чему вы пришли? Там должен был, Олег Мед, своевременно все каналы почистить, во-первых. Во-вторых, население, мы поехали посмотрели, они прямо на этих арочных системах понастроили свои хозяйственные постройки тоже. То есть не дают просто уйти в воде, она поднимается. Поднимается, понятно. Понятно. Но вы могли бы в данной статье закона исключить же такие случаи? Этим мы сейчас вот и занимаемся. Вот трехлетняя практика выявила, что есть в законах ряд вот таких вот проблем, которые в ходе работы выяснились. Понятно. Минимально получается, минимальные выплаты от скольки идут? Вот в селах и в городах. Вы сказали максимальные суммы? На сегодня мы порядка 300 человек выплатили. Минимальная выплата даже была 1000 сом. Это когда ветер был, там унесло, два шифера разбито, и мы эти два шифера оплатили, минимальные. И есть максимально те, кто получили по миллиону сом. Это там, где были оползни, где уполномоченный орган дает предписание, что жить там нельзя, дом опасен, им надо выселиться. Мы по миллиону им выплатили. Понятно. А вообще вот сколько страховщиков зарегистрировано в вашей госкомпании? Не у нас, это они в Финадзоре регистрируются. А, вы имеете в виду, сколько страховщиков? Вот у вас есть, оказывается, база данных, которая зарегистрирована на все случаи, правильно? То есть каждый страховщик зарегистрирован. Сколько у вас всего страховщиков? Я поняла вопросов. Вы имеете в виду те, кто у нас застраховался? Да, да, да. За три года мы обошли 200 с лишним тысяч, и на сегодня мы отвечаем за 90 тысяч. 202 462 единицы жилья мы обошли, и на сегодня действующие договора, за которые мы несем ответственность, это, значит, 93 тысячи объектов. Понятно. Так, и в каких случаях госкомпания все-таки освобождается от выплат страховых возмещений? Мы освобождаемся, если виноват сам хозяин, например, в случае пожара, подтверждено, у нас уже такой был случай, когда, ну, якобы по заключению экспертизы был самоподжог дома своего. Мы нанимаем экспертов, когда вот такие, ну, сомнительные какие-то. Потом мы освобождаемся, если заведомо зная, что опасность грозит, он не принял сам никаких превентивных мер, допустим. Затем, если произошло это в ходе каких-то военных, массовых событий, ну, массовых каких-то беспорядков, в этих случаях мы освобождаемся, там указано в законе. А сколько всего сотрудников работает в вашей госкомпании? У нас всего 52 сотрудника, включая МОП, по всей республике, включая это центральный аппарат и 7 областей, где у нас находятся филиалы, чтобы доступность была населению. То есть, получается, в каждой области у вас есть представленность, да? Да, 3-4 человека есть, которые занимаются этим. Но если говорить об отдаленных районах, то они выезжают, да? То выезжают, и там мы сегодня внештатных наняли инспекторов в каждом районе, постарались, в Айлёк-Мэту постарались, чтобы была эта услуга доступна в каждом селе. В Айлёк-Мэту чаще всего обращаются к работникам Айлёк-Мэту в районе, к нашим инспекторам, чтобы объяснили, застраховали, и мы с ними напрямую работаем. То есть, информационную работу вы ведёте, да? Да, так как это новая вещь. Именно с местными органами власти. Так как это новая вещь для нашей страны, конечно, проблем сегодня много. И вот агенты наши, мы их обучаем всё время, и население немножечко не всегда правильно воспринимает. Что такое страхование вообще? Всё, хорошо. Благодарю вас. Успехов вам.